Встретил Лешика, прогуливаемся по Гамбургской улице. Сегодня здесь тихо, спокойно, настоящая гамбургская атмосфера присутствует. Лех, а как улица называется? Я что-то здесь ни разу не был. Чуть на ответ начинаешь. На камеру играть в кого-то. В смысле играть в кого-то? Как улица-то называется? Улица называется... А, Красные Фонари? Да. Точно, извините, улица называется Красные Фонари. Ну и сегодня здесь все закрыто. Всем хеллоу! Ну вы поняли, сегодня я выбрался поснимать. Ну, let's go! Находимся на самой главной улице Гамбурга. Это Рипербанк. И здесь располагается район Красных Фонарей. Ситуация сложилась следующая. Сегодня у нас в Германии запрет на любой контакт. То есть, это улица, где у нас говорят языком телодвижений. Обращаемся к книге известного американского психолога Алана Пиза. И что он там нам пишет? Как минимум о четырех зонах, которые свойственны каждому человеку. Первая зона, это у нас интимная зона. Она у нас распространяется от 15 до 45 сантиметров. Ну, как видите, да, все закрыто. То есть, здесь полная... Полная тишина, никого нету. Все... Все просто не похоже на себя, как... Видимо, в обычные дни. И куча рекламы с красивыми девушками. Вот, все неоновые окна пусты. И вот, в принципе, здесь даже есть как бы... Есть даже вот банкомат. Получается, да, первая зона, это интимная. Она у нас от 15 до 45 сантиметров. И в нее... И в ней могут присутствовать родственники, близкие люди. Кому каждый индивидуум позволяет там находиться. Личная зона, вторая категория по Алану Пизу. Зона, там, не знаю, на каких-то коктейль-вечеринках. Третья зона, у нас социальная. Это как бы, когда индивидуум держит расстояние до 3 метров с неизвестным ему человеком. Как пишет Алан Пиз, есть даже сверхинтимная зона. Но он ее почему-то не категоризирует. И четвертая зона, это физическая зона. Ну, также, кстати, этот Алан Пиз приводит такой пример. Кстати, да, советую всем почитать эту книжку. Язык телодвижений. Очень советую. Эта книга самая актуальная вещь в сегодняшней Европе. И, в общем, как бы, получается, он пишет такой пример, что датская семья переехала в Америку. И вот на первой вечеринке, значит, у каждой нации есть определенное расстояние между людьми, которые они выдерживают. И вот у датчан есть свое определенное расстояние. А у американцев оно другое. Вот. И, соответственно, датчане переехали в Штаты. И на первой вечеринке женщина из Дании начинает общаться с мужчинами. У американцев, грубо говоря, это 50 сантиметров. У датчан это, там, 30 сантиметров. Соответственно, она на более близком расстоянии общается с мужчинами. И те думают, что она позволяет вторгаться в свою неинтимную зону. Так и живем. Ставьте лайки. Ну и будем ждать, когда все это закончится. И когда экономика начнет расцветать снова.